МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отметил ту роль, которую играет трехсторонняя контактная группа, и выразил надежду, что, несмотря на окончание швейцарского председательства ЛБСЕ, Тальявини продолжит свою важную работу. В свою очередь, спецпредставитель сказала, что намерена остаться в составе трехсторонней контактной группы и подчеркнула, что минские договоренности являются основой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе и должны выполняться всеми сторонами. Напомню, очередная встреча в минске трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины России УБСЕ намечена на 9 декабря. Возле Донецка УБСЕ зафиксировала колонну немаркированной военной техники. Об этом идет речь в отчете миссии. В сообщении сказано, что во время визитов подконтрольный боевикам Шахтерск наблюдатели заметили четыре конвоя из 19 грузовиков, которые передвигались отдельными группами и направлялись в сторону Донецка. На бампере одного из них была видна наклейка Новороссия. В отчете также указано, что на обратном пути мониторинговая миссия наблюдала колонну неопознанных военных грузовиков из 41 машины, которые также двигались в Донецком направлении. На Донбассе за сутки погибли шестеро мирных жителей и трое ранены. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. По их данным, боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Артиллерия СИЛАТО с целью защиты мирных жителей и подавления огневых позиций противника 52 раза наносила ответные удары. В штабе АТО отмечают, что зона особой активности бандформирований сместилась в район Дебальцево. Снова обстреляны населенные пункты МИУС, Чернухина, Орлова-Ивановка, Шахта-Полтавская, Никишина, Ольховатка, Фащевка, Артемова, Редкодуб, Кадема. На Луганском и Донецком плацдармах террористы били по населенным пунктам Верхняя Ольховая, Сокольники, Артема, Счастье, Старо-Айдар, Станично-Луганская, Трехизбинка, Фрунзы-Опытная, Марьинка, Авдеевка, Николаевка. На восток Украины перебрасываются подразделения спецназначения внутренних войск МВД России. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, за прошедшие выходные на оккупированных территориях Донбасса происходили доукомплектования подразделений боевиков и замаскированных под них российских войск. Отмечается, что как минимум два дивизиона ствольной артиллерии прибыли в распоряжение бандформирований. Кроме того, растущими темпами продолжаются подвоз и накопление боеприпасов из России. К тому же идентифицированы бойцы спецподразделений из Новочеркасска, Армавира, Минеральных вод и Владивостока. Волонтеры, работающие в зоне проведения АТО, должны получить статус участника боевых действий. Об этом накануне заявил глава Минобороны Степан Полторак. Министр убежден, что после недавно принятых правительством постановлений об упрощении получения спецстатуса, бойцам будет легче его оформить. Это касается и военных добровольческих батальонов, не входящих в структуру Минобороны или Министерства внутренних дел. Украинские телеканалы в ближайшее время восстановят вещания на Донбассе, в том числе и на территориях временно оккупированных боевиками. Об этом сообщил министр информполитики Юрий Стеть. По его словам, сейчас очень важно сделать так, чтобы люди, которые живут на востоке страны, могли видеть и слышать правду от украинских медиа. Поэтому Мининформполитики совместно с представителями СБУ и Минобороны разработают карту покрытия телеканалов самопровозглашенных ЛНР и ДНР и так называемых «белых пятен», где пока нет покрытия отечественных медиа. После ее создания на эти территории на протяжении одной-двух недель начнут поступать сигналы украинских телеканалов. В Латвии заявляют о перехвате российских самолетов. Их информация появилась в твиттере национальных вооруженных сил страны. По данным ведомства, было четыре самолета, предположительно бомбардировщики. Позже латвийские военные опубликовали информацию о перехвате двух Ту-134 и одного Ан-72. Напомню, днем ранее сообщалось, что в Балтийском море у границы Латвии заметили российский корабль. Ангела Меркель обвинила Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела Украины. По ее словам, Москва создает проблемы Молдове, Грузии и Украине, то есть странам, которые решили подписать соглашение в ассоциации с ЕС. Политику указала на замороженные конфликты вокруг самопровозглашенных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. А также упомянула действия России на Украинском Востоке. Канцлер ФРГ заявила, что ответ Евросоюза на политику Кремля в связи с военной агрессией на Донбасс является правильным решением. Нельзя оставлять без должной реакции нарушение России территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнула Меркель. Ангела Меркель и Франсуа Лант обсудили возможный прогресс в решении украинского кризиса. Президент Франции рассказал о недавнем разговоре с Владимиром Путиным и отметил, что после двухчасовой встречи с российским лидером наметилось некое продвижение. Одной из ключевых тем беседы с Путиным был конфликт на Донбассе и поиск пути его решения. Лант также заявил, что уверен в скором достижении длительного перемирия на востоке Украины. Берлин и Париж вырезали намерение сотрудничать с целью закрепления позитивных сдвигов в этом вопросе. Евросоюз призывает Турцию поддержать ограничения в отношении Кремля. Официальные представители ЕС отправятся в Турцию на этой неделе, чтобы обсудить в числе прочих политических вопросов и санкции. Официальные лица Евросоюза просят Анкару не злоупотреблять ситуации для своей выгоды, экспортируя продукты в Россию. Напомню, за последние месяцы США и ЕС вели целый ряд как персональных, так и секторальных ограничений против федерации, которые уже успели негативно сказаться на российской экономике. Россия больше не будет шантажировать Европу газом. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибы Ускайты в интервью BBC. По ее словам, уже через несколько лет рынок полностью изменится благодаря добыче сланцевого газа. Это, наконец, прервет запугивание со стороны российского Газпрома и Кремля. Президент уверена, что Литва и другие страны Балтии смогут полностью обойтись без российского энергоресурса. Политика отметила, что решение Москвы отказаться от строительства Южного потока – это доказательство того, что позиция Европы в отношении Украины себя оправдала. Кроме того, в самой Литве, как напомнила Грибы Ускайты, открыт терминал сжиженного природного газа, который может удовлетворить 90% потребителей всех государств Балтии. С сегодняшнего дня Украина намерена начать отбор уже оплаченного российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. По его словам, страна ежесуточно потребляет свыше 200 миллионов кубов голубого топлива. Ресурсное наполнение происходит за счет собственной текущей добычи, отбора из потимных хранилищ и импорта из Европы. И, как сообщалось ранее, компания «Нафтогаз Украины» перечислила Газпрому аванс в размере 378 миллионов долларов за поставки 1 миллиарда кубов энергоресурса в декабре этого года. Газпром подтвердил получение предоплаты, необходимой для возобновления поставок российского топлива в Украину. Завтра в Украину прибудет миссия МВФ. Она будет работать в Киеве до 18 декабря. Во время визита представители МВФ обсудят программу поддержки украинских экономических реформ. Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше. В фонде отмечают, что экономическая политика страны в целом осуществляется в рамках программы. Однако конфликт на востоке Украины отрицательно сказывается на экономике. По мнению экспертов МВФ, компенсационные меры будут иметь решающее значение для достижения ключевых программных целей. Помимо этого был поставлен вопрос о возможности увеличения финансовой поддержки Киева. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи. Продолжение следует...